Он уплыл, но обещал вернуться! Вы долго просили нас попасть на хромзавод и показать, как выглядят ваши дома. Сегодня у нас это получилось. В этой поездке меня будет сопровождать мой большой друг Тульген Иманов, представляющий телеканал Хабар и местная жительница Индиира, которая в этой поездке расскажет нам, что же произошло в день затопления и как сейчас обстоят дела с большой водой. Сейчас проплываем ту самую дамбу, которую построили в каком году? В 17-м году после того потопа ее построили. Она была обложена бетонными плитами, сама она выдержала, произошел перелив и вода пришла в дома. Индиир, ваш дом тоже утонул? Да, полностью по крышу. Он тонул и в 17-м году, но там была хотя бы половина, а сейчас он полностью по крышу. Это твой дом? Да, это мой дом. Можем посмыть к нему? Здесь вот она, дамба эта. Все верно. Вдалеке видим местных жителей, они стоят на карнизе. Сейчас попытаемся подплыть к ним. Ну а на горизонте практически только одна вода. Такое ощущение, что здесь самый настоящий океан. Тихо, тихо, тихо. Привет! Это твой дом? Добро пожаловать! Гостеприимные люди! Мы стояли 10 метров от дома. И оно приплыло? Да, вот поле сбило и к дому уперлось. Тулиген, ты стоишь на сарае, который раньше был 15-10 метров от прекрасного дома. Как самый настоящий Робинзон. Замечательно. Все, мы на острове. Посмотри, какой океан кругом. Это какой-то остров. Все, красота. И вы остаетесь оптимистом при этом, да? Каждый день приезжайте сюда. Стас, мне кажется, есть возможность пройти твой дом? Да, можно. Потому что здесь просто спрыгнул, и мы у тебя. Ну мы так и ходили, вода вот была, вот зашла на второй этаж, 5 сантиметров было на втором этаже. Мы вот сделали вход себе и ходим. Можно пройти, если хотите. Пойдем. Пойдем. Это крыша гаража, она от волн, которые бьют, она немного шевелится. И такое ощущение, что ты находишься на какой-то платформе. Плод, плод. Вот труба. Ну он зайдет, там поснимает. Раньше владелец этого гаража, Стас, копил печку. Добро пожаловать в наш плавучий дом. Заходите, господа. Вот с первого этажа все здесь, и все равно все намокло. Ну все размокло. Ну вот видно, что оно вот набухало все. Это мы еще порядок здесь навели, что-то подняли. То есть в туитетах все просто закидывали. А это что из окна у тебя видно? А это моя котельная. Уплыва. То есть она сбоку дома была, отдельно стоящая котельная. Вот это ее на крышу. Людей, ну как тебе вид? О, вид, вид. Как на море из окна, так и плавают. Пойдем, пойдем, не бойся. Да, пойдем. Ты зачем с нами, она поехала, если такая трусишка? Ну потому что я боюсь. Но поехала. Прежде чем полететь, ребят, его нужно калибрануть. Потому что он должен знать на всякий случай, куда вернуться. Это вот так вот смешно выглядит, но это вот часть технологии. Сейчас мы и твой дом. Продолжение следует... Мы плывем сейчас дальше. Леген уже на борту. Индира ждет нас. Индира, ты нас ждешь? Что? Сейчас мы поплывем к твоему дому. Ребята с плавучего гаража решили дальше к нам присоединиться. Я не верила, что до такой степени это все, это жизни тут не будет. Разбитые окна. Раньше это был местным магазином. А что, нахрен? Сейчас он так же в воде. В отличие от Заречного и Подгоры, там не было таких волн. Здесь сейчас сложнее будет. Насколько чувствуется вот эта разница вам в управлении катера? Ну, здесь волна побольше, не более там открытой местности. И волна большая, и тяжело управлять лодкой. Это завод, да? Володь. Продолжение следует... Видите, притащила его, тут не было. Только мы проговорили, что не слышно голосов собак, и вот они отозвались. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Привет, ребят! И вот видите, убегают. Ну все, 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 все. Стас, аккуратно. Ай-да-ай-да-ай-да. Дайте сюда, ай-дайте-ай-дайте. Так, ну что, сейчас по возможности те собаки, которые пойдут в руки, мы их заберем. Это удивительная картина, ребят. Видите пес, а рядом кошка. И это не Том и Джерри. Беда объединяет всех. Ай-да, говорит, к нам. Так, ну что, вроде первый пошел. Ай-да, мой хороший. Хороший. Привет. Ну что, давай знакомиться. Вот к тебе, смотри. Кис-кис-кис. С ума сойти. Так, ну что, одна собака на борту, другие псы не подходят в руки. Так, меня нет. Офашли их, конечно, хватать, бегать за ними. Ой, нет-нет-нет, не бойся, не бойся, не бойся. Сейчас спасатели высадят нас и вернутся назад с едой. Как минимум их покормят. Как максимум их попытаются эвакуировать. Сидайте, я вас сфотографирую. Ребят, может, все-таки пойдете? Вот в таких условиях парни работают. Да он вряд ли. Они уже одичали, похоже. Он же укусить может. Котенок, привет. Котенок, ой, красавчик какой. Что еще? Этот вообще нырнул, выплывает от нас. Этот вообще худой пес. Спасатели приняли решение. Ну, убегают они, не забирать их. Сейчас они без нас, я уже проговаривал это, вернутся, привезут еды. Она сейчас заберется. Если получится, все-таки. Если они пойдут на руки, их заберут. В WhatsApp напиши, чтобы уже готовили еду. Кусается, да? Угу. Так, здесь глубина чуть выше колена, поэтому мотор задевает асфальт. Сейчас мотор поднимаем. И течение еще на нас. Сейчас спасатели вот так вот повезут нас вперед. Сколько беды. Здесь тоже еще один пес. Так, в ту сторону не проплыть, потому что там мелко. Знаешь, Тульян, когда нам сказали, что нас эвакуируют, я свою собаку Афину и двух котов увез мамлютку за три-четыре дня. Но это место, робзавод, он также попадал под эвакуацию. Как ты думаешь, почему люди оставляли собак? Потому что, ну, кто-то вытаскивал холодильники, а вот их оставляли. И сейчас спасатели вынуждены тратить силы и средства под угрозой своей жизни. И, в общем, я не понимаю этого. Ты смотри, даже вот, что интересно, они не просто оставили, другие оставляли, снимали ошейники и оставляли на собаку. Собака поконать убежала. Но здесь этих собак закинули на сарай, наверх. То есть собакам нет возможности не спуститься, нет еды, нет воды. А сколько им здесь сидеть еще? Вы телефон только что потеряли? Когда залазили за собакой? Так, лежи, ты чего? Он пытается спрыгнуть. Видите, какие они напуганные? Ребят, сейчас айбол, залезая на гаражи и ловя собаку, потерял свой телефон. Он у меня упал. Айбол, это айфон был? Какой? Одиннадцатый айфон. Я никого не призываю, ребят, но он спасал ваших собак. И спасая их, потерял телефон. Он выпал из кармана, потому что он бежал за ним. Я предлагаю помочь. Остановка. А вот остановка. Ужас. Вот ты здесь. Вот тот дом вообще развернуло, перевернуло. Тот тоже развернуло, перевернуло. Накрененный. Тот дом вообще не видно. Вот этот добротный дом, квадратов 100, тоже перевернутый, накрененный. Развернуло. Тоже развернуло дом. Собака. Перед нами препятствия, провода. Тихо, тихо, тихо. Нет. Вот он прямо стоит. То есть мы плывем сейчас, и мы не понимаем, где Асмаль, где дорога, где раньше были участки для домов. Просто сплошная Венеция. Сплошная Венеция. Это мой дом, вот. Слышишь? Вот это твоя баня? Да. Вот это дом Мандиры, который сопровождает нас. Мы там икону оставили. Очередное препятствие. Наташин дом, да, вон там. Это жесть просто. К этим домам близко мы не можем подплыть, поэтому я камеру навожу чуть-чуть поближе, чтобы вы понимали. Перед голубой они... Так не просят видео. Спокойся. Плывем очень медленно и аккуратно. Здесь высокие волны, поэтому спасателей можно понять, почему ни гражданских, ни волонтеров сюда не пускают. Опасно. Мы прожили в этом доме. В июне был бы год. Даже года не прошло им. Мы просто лишились этого всего. Субтитры делал DimaTorzok Два поездка состоялась. Мы показали вам, как выглядят сейчас ваши дома. Это заплыв был достаточно сложный, если сравнивать предыдущие наши заплывы. В общем, конечно, зрелище ужасное. Да, то, что мы видели раньше, и это несравнимо, что сейчас. Какой объем. Дома в каком состоянии, как их размыло просто. Здесь было какое-то большое течение. Видно, что стены, окна, все снесено. Огромные дома просто снесено со своих мест. Они куда-то уплыли, не стоят просто так. Бани, бани уже ерунда по зрению. С теми домами большими, как они смогли просто уплыть. А те, которые стоят, они стоят не то, что под потолок. Не разобрать уже, дома это или нет. Они просто утонули. Все утонули. Всем терпения, надежд и веры, что все наладится. Ну что, встречайте нового друга. Мы вам привезли котенка, поэтому просьба найти ему хозяина, либо отыскать прежнего. Спасибо. Спасибо.